Я хочу вам рассказать о поверхности, которая называется гиперболический параболоид. Итак, небольшое отступление в теорию поверхностей второго порядка. Мы с вами рассматривали функцию линии уровня, которой гиперболы. Вот такие линии. Значит, если теперь рассматривать при всех возможных значениях цель, то будут получаться гиперболы в первой части, это если С положительна. Если С отрицательна, то гиперболы будут располагаться в ветвьхе гиперболы. И при С равном нулю будут получаться оси координат. Я попытался вам показать модель этой поверхности. Значит, гиперболический параболоид. Вы запишите такие слова в интернете. Вы посмотрите на эту поверхность. Я взял квадратичную параболу. Квадратичную параболу. И вообразим теперь, что она вырастает из плоскости. Сейчас я это покажу. Вот плоскость. И вот она поднялась над этой плоскость таким образом. И на разных прямых она поднимается на разную высоту. Вот здесь, на этой прямой, да? На этой прямой вот так. Пожалуйста, посмотрите. Вот здесь четыре таких всплеска. Я взял первую координатную четверть. Х, и, положительно. Нарисовал. Провел. Сделал четыре разреза, соответствующие вот этим прямым. Раз, два, три, четыре. И в каждой из этих разрезов, у меня, через каждый из этих разрезов, у меня выныривает вот эта парабола. Но если разрез длинный, широкий, то парабола вот на такую высоту поднимается. Если разрез короче, то парабола поднимается на меньшую высоту. И чем ближе к началу координат, тем меньше она нам видна. Тем меньше ее сегмент видит. Ну а теперь представим, что здесь непрерывно вот эта парабола меняется, тогда увидим здесь некоторую такую поверхность. Вот эта поверхность называется седловой поверхностью или седлом. Интересная поверхность. Кто путешествовал в горах, знает, что через горы туристы переходят как и можно. Не через вершину идут, а они смотрят. Ага, вот справа вершина, слева вершина. Вот они здесь как-то сходятся. Вот эта точка называется перевалом. Туристы поднимаются с одной стороны хребта на этот перевал и потом спускаются вниз. Значит, выобразите, что мы находимся вот на этом перевале. Если мы посмотрим влево, то увидим поднимающуюся гору. Посмотрим вправо, увидим другую поднимающую. Если посмотрим назад, то это там будет дорога, по которой мы поднимались. Посмотрим вперед, будет дорога, по которой мы спускались. Так вот, линии уровня этой функции как раз и есть вот такие гиперболы. Ну, можно эту поверхность еще представить вот таким образом. Посмотрите, вот нить, которую я держу в руке, это парабола. Белая ниточка, это парабола. И в каждой точке этой параболы висят другие параболы. Значит, у белой параболы ветви смотрят вверх, а вот у всех вещащих параболы ветви смотрят вниз. Вот седловая точка как раз внизу.